Три козлика Жили-были три козлика И звали их козлики Брюс Младший козлик Брюс Средний козлик Мя-я-я И, конечно, старший Мя-я-я И все их семейство звали Брюс Как-то раз собрались они в горы На пастбище Сочные травки пощипать Да жирку нагулять Шли они, шли И вдруг смотрят на дороге Старый кувшин валяется С отбитым горлышком Младший козлик и говорит Братцы Надо этот кувшин С собой взять Да ну его Какая от него польза? Ну, мало ли Может и пригодится Приставил младший Кувшин к мордочке И крикнул в него Эй Здорово Ну-ка Дай мне крикнуть Эй Нет, надо этот кувшин с собой взять Ага, по дороге ворон пугать будем Взяли коздики кувшин и пошли дальше Дорога на пастбище шла через мост Над бурной горной речкой А под мостом... Вот беда-то Под мостом горный тролль сидит Ох и страшилище Сам здоровенный, лохматый Голова, как большой котел Ручище, как сучи корявые Ножище толстые, как бревна Как увидели его козлики Ох, испугались Братцы, что делать? Может, домой вернемся? Ну уж нет Надо мостик перейти и до пастбища дойти А страшный тролль... Хе-хе-хе-хе Вон у него ручищи-то какие! Пришибет! Не бойтесь, братцы! Мы с ним бодаться не будем! Мы его пересчитрим! Как это? А так! Он большой да глупый, а мы маленькие да хитрые! Надо его обмануть и напугать! Спрятались козлики за кустик И стали думать, как испугать злого тролля Думали, думали и придумали Первым вышел из-за кустика младший братец Он осторожно приблизился к мосту Под которым сидел лохматый тролль Козлик остановился Ему было страшно Даже очень Но младший хоть и был самым маленьким Но все-таки самым храбрым козликом И вот он вступил на узкий мост И двинулся вперед Цок-цок! Цок-цок! Стучали его копытца Цок-цок! Кто это цокает по моему мосту? Это я! Младший козлик Брюса Я иду в горы на пастбище сочной травки пощипать Сейчас я тебя проглочу и косточки не оставлю Не ешь меня! Я такой маленький! Погоди чуточку! Вот-вот придет средний козлик Брюса Он куда больше меня Побольше, говоришь? Ну, тогда подожду А ты, малявка, цокай дальше Проскакал младший козлик по мосту На другую сторону речки А за ним средний братец На мост вступает Цок-цок! Цок-цок! Кто это цокает по моему мосту? Это я, средний козлик Брюса Я иду в горы на пастбище И от ей, как ее, травки попищать Пощипать Ахахаха! Вот это ты-то мне и нужен! Сейчас я тебя проглочу Только рожки да ножки останутся Постой! Постой! Не ешь меня! Потерпи капельку Сейчас придет наш старший козлик Брюса Кто? Ой! То есть козлик Брюса старший Это большой! Большой такой! О! Больше тебя! Больше! Больше! Здоровый Такой козлик О! Это хорошо! Я его подожду А ты, мелюзга Цокай дальше! Ринулся средний братец Поскакал по мосту Потом по дорожке Только его и видели Тем временем Старший братец тихонько Подобрался к мосту А с собой у козлика был Как вы думаете, что? Ну, конечно! Конечно! Тот самый старый кувшин С отбитым горлышком Приставил козлик кувшин К мордочке Да как гаркнет! Эй! Кто здесь прячется? Сдрогнул тролль Никогда он такого громкого голоса не слышал Отвечай! Если жить хочешь! Испугался тролль и отвечает О, ты и я горный тролль! А-а-а-а! Ты-то мне и нужен! Попался! Хе-хе-хе-хе! Теперь не уйдешь! А ты кто? Я великий рогатый козел бородатый! Рогами заколю, ногами затопчу! Косточки по горам Разбросаю! Выскочил тролль из-под моста И понесся, куда глаза глядят Подальше от страшного голоса Тролль бежит, земля торжит А козлик кричит Держи его! Потай его! Убежал тролль далеко-далеко Больше его никто не видел Лесные тролли Давным-давно в Норвегии В одной деревне жил крестьянин с женой И жили они так бедно Что двоим их сынишкам приходилось ходить По соседним селам просить милостыню И вот как-то утром Вышли ребятишки из дома И отправились милостыню собирать С собой у них были мешочки и топорик Ходили они целый день И не заметили, как вечер наступил А до дома еще далеко Младший брат и говорит старшему Братец, скоро стемнеет Уж домой попасть не успеем Ничего еще, как успеем Я короткую дорогу знаю Она вон через тот лес идет Через лес? Да А в лесу не страшно? Да не бойся ты Мы этот лес живо проскочим И вот пошли ребята по тропинке через лес А в лесу темнеет быстро Вот уж и тропинки не стало видно Сбились братья с дороги Изобрели в самую чащу А у этого леса недобрая слава была Говорили, что здесь уводятся лесные тролли Братец, что теперь с нами будет? Да не скули ты Мешки у нас есть И топорик есть Сейчас нарубим веточек Набьем наши мешки Прилежем на них и проспим до утра А потом? А как светло станет Найдем тропинку И живо домой доберемся Ну что ж Скорее всего Так бы оно и было Но Надо же такому случиться Как раз В это время В лесной чаще прогуливались Самые Настоящие Лесные тролли Да не один Не два А целых Трое Братец Что это? Не знаю Кажется Земля дрожит Ну конечно Еще бы Земле не дрожать Когда шагают Такие громадины Каждый из троллей Был ростом Чуть ли не с дерева Но вот Чудеса У этих троллей На всех троих Был один Единственный Глаз Да и тот Стеклянный Может оловянный Может точно Не деревянный У каждого На лбу Было углубление И тролли Строго По очереди Вкладывали туда Свой глаз Глаз был У того Кто шел впереди А остальные Шли следом И держались За переднего тролля Глаза одной И самих троллей И маленькие братья Их хорошо Видели Вот еще Немножко Еще чуть-чуть И тролли Пройдут Мимо Но тут Один из них Остановился И повел Носом За ними Не бойся Я их Остановлю И вот Встал Младший У сосны А тролли Его увидели И двинулись Прямо К нему Услышал Младший Свист И понесся Как заяц А тролли Конечно За ним В это Время Старший Брат Подкрался Сзади И Изо всех Сил Ударил Последнего Тролля Топориком По ноге Тролль Конечно Звопил От боли А другой Бежавший Первым Вздрогнул И Бряк Выронил Свой Единственный Глаз А старший Брат Уже Тут Как тут Быстро Схватил Драгоценный Глаз И отскочил В сторону Потом Подозвал Младшего Брата И крикнул Троллем Ну что Господа Живоглоты Где Теперь Ваша Сила Тролль Который Выронил Глаз Бешенно Завертел Огромной Башкой И завопил Раздавлю Как козявку Козявку Сам ты Козявка Ты Теперь Ему Не обидишь Теперь У меня Одного Три Глаза Два Моих И один Ваш А у вас Троих Ни Одного Отдай Отдай Мне Глаз Ой Ой Как Страшно Вот как Закину Ваш Глаз В болото Что Тогда Делать Будете Ох Как Перепугались Тролли Стали Они Упрашивать Паренька Отдать Им Глаз А за Это Пообещали Ему Столько Золота И серебра Сколько Он Сможет Унести Но Паренек Решил По Своему Давайте Сделаем Так Крикните Кого Нибудь Из Своих Голос Ваш Далеко Слышно И пусть Кто Нибудь Принесет Сюда Ведро Золота Ведро Черебра И поставит Под дерево А ты Что Будешь Делать А я Спрячусь В кустах Буду Смотреть За вами А как Только Золото Будет Под деревом Вы Велите Вашему Родственнику Сразу Убираться Обратно И без Разговорчиков Ясно А потом Ты Отдашь Нам Глаз Нет Ушки Вам Отдашь Пожалуй Живо Без головы Останешься Нет Ваш Прекрасный Глаз Я Повешу На деревце Тут Недалеко А вы Его Поищите А пока Вы будете Искать Мы С братцем До родного Дома Доберемся Завыли Тролли Заревели Одеваться Некуда Пришлось Сделать Так Как Сказал Старший Брат Близко От этого Места Жила Старая Тролли Бабушка Тролли Крикнули Ей Чудище Что Внесла Скорее Ведро Золото И Ведро Серебра Притащила Бабушка Два Полных Ведра И Побежала Обратно Только Земля Задрожала Братья Пересыпали Свои Сокровища В мешки А Старший Брат И Вправду Повесил Чудный Глаз На елочку Как игрушку Потом Братья Взвалили Мешки С золотом И серебром На спину И Отправились Домой Вот так До сих пор И неизвестно Нашли Тролли Свой Глаз Или Нет Может До сих пор Ищут А братья Вернулись Домой И С тех пор Зажили Богато И счастлива Субтитры Субтитры Субтитры